Ответственное вождение начинается с автошколы. В рамках проекта «Автотрезвость» в одной из школ вождения состоялся открытый урок «Ко дню автомобилиста». Такие занятия проводят для всех учеников. Этот урок для студентов пожарно-спасательной академии, которые как раз проходят курсы вождения. Как правильно считать, что все уже закладывает автошкола, личный пример водителей, личный пример друзей. И мы надеемся, что данным мероприятием мы донесем конкретно до этих слушателей необходимость правильного управления транспортным средством и нужно быть как можно более безопасным на проезжей части дороги. Особое внимание уделили такому правонарушению, как нетрезвое вождение. За 9 месяцев этого года только в областном центре задержано более тысячи водителей в нетрезвом состоянии. Статистика выросла более чем на 20%. «Я считаю, что это очень серьезное правонарушение, потому что водитель не думает о последствиях, не думает, что он может сделать на дороге в нетрезвом состоянии. И когда он садится за руль в нетрезвом состоянии, он подвергает опасности всех, кто находится на дороге и едущих с ним». «Вождение, уверены ученики автошколы, это как шахматы. Нужно быть предельно собранными и внимательными. Чтобы наглядно показать, как ощущает себя пьяный водитель, будущим автовладельцам предложили примерить специальные очки. Они позволяют увидеть мир глазами нетрезвого человека. В них не то, что ехать тяжело, даже идти по прямой невозможно». «Косит, да, чуть-чуть? А что такое? Замерз? Никак, да? Невыполнимая задача». После такого практического урока будущие автолюбители клятвенно пообещали не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Акции, посвященные трезвому вождению, продлятся еще месяц. Сотрудники госавтоинспекции планируют не только поучительные беседы, но и рейды по выявлению нарушителей.